Евангелие от Марка, глава девятая И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу, рови, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи тебе одну, Моисею одну и одну Ильи, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел голос, глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте. И внезапно, посмотревши вокруг, никого больше с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Он сказал ему в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Татчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил у книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечая ему, Иисус сказал, о род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тот час отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. И вышедши оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто об этом узнал. Ибо учил учеников своих и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не понимали сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем эта дорога, и вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И Сев призвал двенадцать и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. При этом Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. И Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы, Христовы, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых всех верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе, увеченному, войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженному в гиену огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Десятая глава Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к ним народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. И Иисус сказал им в ответ, по вашему жестокосердию он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал, некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать? Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает». «Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!» Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие! Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, «Кто же может спастись?» Иисус, взглянув на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу!» И начал Петр говорить ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою!» Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время это среди гонений во сто раз больше домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущим жизни вечной!» Многие же будут первые, последними, и последние первыми! Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтоб Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтоб Я сделал вам?» Они сказали Ему, «Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь?» Они отвечали, «Можем». И Иисус же сказал им, «Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься». «А дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано?» И, услышавши десять, начали негодовать на Якова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни». Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова